Сегодня в Муше проживает 64 тысячи человек, из которых 60 тысяч курды, 1000 турков и 3000 армян. В большинстве своем принявших мусульманство. Основные заведения города сосредоточены в руках армян-мусульман. Муш был городом в провинции Торон Туруберанской губернии Большого Айка, в южной части долины Муша. По народному преданию, Муш получил свое название от слова «мшуш», что означает «туман». Имелось в виду, что почти круглый год Мужская долина покрыта туманом. Муж иногда упоминается как крепость, иногда как поселок. В древности Муш принадлежал Сулкунидам, затем той ветви мамекунянов, которые исполняли должность воевод Армении. В новые времена Муш делился на армянскую и турецкую части. Состоял из двух кварталов. В городе были бани, постоялые дворы. Через город протекал левобережный приток Арацана Меграгет, деля город на две части. Именно на берегу медовой реки Меграгет в ущелье находилась баня. Это одно из немногочисленных сооружений, построенных армянами, которое сегодня сохранилось в Муше. Она очень интересна по своей композиции. В настоящем на территории Армении вряд ли отыщется сохранившаяся баня, подобная этой. Она состояла из нескольких помещений. В стенах четко различаются трубы, по которым поступала горячая и холодная вода. Напротив бани на склоне старое армянское кладбище. Говорят, что сам Георг Чауш похоронен здесь. Но кладоискатели настолько обезобразили могилы усопших, что кроме душевной боли, вряд ли нечто иное можно здесь обнаружить. Муж сегодня большой и красивый город. В верхней части города есть два квартала, один из которых раньше был армянским, а другой – турецким. В настоящем оба они заселены курдами. В бывшем армянском квартале мы обнаружили очередную разрушенную и превращенную в помойную яму церковь. Говорят, она была католической, а в дальнейшем служила туркам в качестве тюрьмы, о чем явственно свидетельствуют решетки, сохранившиеся на окнах. Люди построили церковь, которая по воле безжалостного проведения превратилась в их тюрьму. Когда мы стояли возле церкви, из соседнего дома вышел местный житель. Торжественно водрузив свою ногу на камень, он с большой гордостью стал рассказывать, как они уничтожали здешних армян. Он говорил, а мы ощущали себя в аду. Кто-то с улыбкой рассказывает, как тебя уничтожали. По-моему, слова тут излишни. В старом квартале существовали и другие церкви, но сегодня уже ничего не осталось. Одна из них превращена в мечеть, которая почти ничем не напоминает свое былое предназначение. Лишь одна стена напоминает церковку. После посещения Муша можно выехать из города и посетить одну из деревень, где здравый смысл отказывается воспринять то, что может встретить вас там. На 10-м километре дороги, ведущей к деревне, в поисках армянского нас останавливает Сулухский мост. Его название, по всей вероятности, происходит от расположенного недалеко местечка Сулух. Постройка 13-го века на реке Аратсан. Зигзагообразной формы. В народе он получил прозвище Зигзаг. Помимо внешней красоты, этот мост был свидетелем печальной истории. Здесь погиб он, величайший из армянских героев. Здесь витает дух предательства. Георг Чауш раненый лежал под мостом. Поблизости проходил курдский крестьянин. Георг попросил воды. Лицо героя показалось знакомым сельчанину, но он все-таки спросил, кто он. Чауш без колебаний сказал курду, кого тому выпала честь лицезреть. Крестьянин ушел и рассказал всем, что под Сулухским мостом лежит раненый Георг Чауш. Пришли убийцы и живой легенды не стало. В 50 километрах от Муши по направлению к Эрзруму находится Святой Карапет. Так называется церковный комплекс, где в реальности нет церкви и вместе с тем там можно обнаружить целую церковь. Там находится деревня под названием Зангил-Ли, где стены всех домов святы, поскольку они выложены из отесанных, освященных миром камней и хачкаров, крест камней. Это поселение возникло на руинах одного из самых священных мест для армян, а именно на месте монастыря Святого Карапета, построенного на мощах Иоанна Крестителя. Когда мы вошли в деревню, не осталось никого, кто бы нам не вышел навстречу. В этот миг, казалось, сошлись два разных мира, которые чужды друг другу, но оба стоят на земле, которую считают своей. Местные жители в своей манере поведения безнадежно отстали от всех предыдущих, виденных нами ранее. Узнав, что мы армяне, сразу начали водить нас повсюду, показывать имеющиеся в их домах останки армянских строений. И делали это с большой гордостью. Вначале все казалось удивительным, а чуть спустя уже ужасающим. Порогом одного из домов служил хачкар. В другом, в стену комнаты для огня, был сделан белый мраморный крест от купели для крещения. В третьем, дверь в хлев была украшена резными крестами. На стенах записи армянских католикосов, священников, семейные записи с крестами, которые делались на церковных стенах по количеству членов семьи. Это было исполинское сооружение размером с деревней. Шедевр армянской мысли и души стал сегодня естественным дополнением быта курдов. После крещения Теридата Третьего и провозглашения в Армении христианства официальной религией, Григорий Просветитель направился в Торон, распространять там новую веру. В те времена на месте монастыря стояло языческое капище с золотыми идолами, которым поклонялись местные жители. На месте капища Григорий Просветитель основал монастырь Святого Карапета. Насколько видно из фотографий, сделанных в начале 20 века, монастырь был окружен могучими стенами и, как многие местные постройки, напоминал крепость. Вид главной церкви похож на большой зал. С восточной стороны к нему примыкали две часовни. Самым старым сооружением архитектурного ансамбля являлась колокольня. Второе название монастыря – турецкое, Чанул, которое обозначает «сколокольней». После уничтожения и изгнания армян с этих мест Святой Карапет прекратил свое существование, не только как духовный центр, но и как памятник зодчества. Он был взорван турецкими войсками. А один из местных курдов рассказал, что церковь якобы разрушилась после землетрясения 1966 года. После этого крестьяне, собирая камень за камнем, построили дома, была создана маленькая деревня. То, что сохранилось от церкви, стало частью домов или хлева, или амбаров. У церкви имелся верхний этаж, который разрушился. И сейчас, каждый год зимой садится снег, который я расчищаю, не расчищу, естественно разрушится. Самые лучшие камни после землетрясения отсюда унесли. Мой дед рассказывал, что эти камни дошли до самого Стамбула. Внутри была дверь, через которую открывался вход в другую церковь. Это был целый монастырский комплекс. Мы всего 90 лет как обитаем здесь, и многого не знаем. В конце Курт пытался с нас получить деньги. Якобы собирался отремонтировать церковь. В противном случае она может обрушиться. Интересно, произнося церковь, что он имел в виду? Свой амбар для хранения соломы или стены своего дома? Здесь невозможно задержаться надолго. Спустя некоторое время ощущаешь нехватку воздуха, задыхаешься от этих сцен вандализма. Удаляясь, понимаешь, что во второй раз все это уже не в силах пережить. Субтитры создавал DimaTorzok